Всем привет! Вы на канале Ника Шоу, с вами снова я, Верника Маза. Сегодня, как вы видите, на столе у меня ничего нет. Может, мы будем делать слайм из воздуха? Нет, я заказал в интернете набор для слайма. Я, конечно, не ожидал, что он приедет именно такой. Та-да-да-да-да! Мощная коробочка! Смотрите, какая она маленькая. Здесь просто написано Лизун. Эксперимент в коробочке. Мне очень интересно, что там внутри, какой микрослайм у нас получится. Смотрите, она сделана прям почти как коробок спичек, и мне очень интересно, что же там внутри. Давайте посмотрим! Распакуем вот эту пленочку. Ну что, готовы увидеть, что там внутри? Та-да-да-да-да! Здесь какой-то порошочек. Что-то еще непонятное. Какие-то пробирочки. Вот две пробирочки. Там под номерами. И вот две пробирочки с порошочком. И верная ложечка. Смотрите, что мы видим в наборе. Это какой-то порошок раз. Еще два каких-то порошка. В такой коробочке, как будто будет прям пуля. Пулька. Можно стрелять ей. И еще две каких-то жидкости. Наподобие, как глицерин и тазаборат натрия, скорее всего. И мерная ложечка. Итак, прочитаем инструкцию. Итак, в инструкции написано. Насыпьте в кружку или стакан с ручкой 3 мерные ложки поливинилового спирта из пакетика. Залейте кипятком из чайника. Так, чтобы до края оставалось 2 сантиметра. До какого края? А если я в бедро возьму и насыплю туда 2 ложки? Почему нельзя писать русским языком? Набор-то для детей 6 плюс. Ну ладно, считаем дальше. Соорудите водяную баню следующим образом. Что такое водяная баня? И что значит соорудить? Что, пойти построить на улице водяную баню? Папа, мне нужны твои инструменты. И как теперь быть? Из чего строить водяную баню? Ну ладно, прочитаем дальше. На дно небольшой кастрюли положите тряпочку и залейте на 5 сантиметров горячей воды. Офигеть! К бане нужна еще и кастрюля, и еще и тряпка. Ну ладно, прочитаем дальше. Поставьте кастрюлю на плиту и включите ее. Ага, набор 7 плюс. Пошла ставить плиту. Мам, дай плиту и кастрюлю с тряпкой. Не так. Почему? Потому что папа пошел строить баню. Читаем дальше. Мне аж интересно, что будет дальше. Так, третье. В кастрюлю на тряпочку поставьте стакан с раствором из этапа номер 1. В течение 20-30 минут раствор нужно периодически помешивать до получения однородной жидкости без комочков. Ну, офигеть! То есть слайм я еще буду и варить полчаса. Офигенно! Вареный слайм. Может покушать можно будет. Мама, ужин не готовь! На ужин слайм! Читаю дальше. После выключите плиту и извлеките сосуд из кастрюли. Большое вам за это спасибо! Читаю дальше. Во второй стакан высыпьте содержимое одной из пробирок с порошком тетрабората натрия и вылейте содержимое одной из пробирок с жидкостью глицерин. То есть вот это и вот это у нас тетраборат натрия и глицерин. То есть сухое это у нас тетраборат натрия, то есть бура, а жидкое это глицерин. Что там дальше? Добавьте 4 мерные ложки горячей воды и перемешайте. Понятненько! Пятое. Необходимо смешать содержимое двух стаканов. Для этого содержимое второго стакана нужно вылить в первый и начать медленно перемешивать. То есть мы загущаем слайм. Это уже финиш практически. Шестое. Последнее. Убедитесь, что масса в стакане остыла и не обжигает руки. Аккуратно выньте готового лизуна и разомните его. Теперь с ним можно играть, растягивать и сжимать, раскатывать на столе и рвать на кусочки. Офигеть, какой сложный набор. То есть мне надо варить что-то, строить баню, брать кастрюлю, тряпку, плиту. Да ну! Ну ладно, я же вам обещала. Здесь еще есть последний советик. В наборе ингредиентов хватит для создания двух лизунов. Это уже плюсик. Я не буду делать два, я сделаю один, но побольше. И самое главное здесь совет. Не забывайте вымыть руки с мылом после любого эксперимента. Такая маленькая коробочка с таким большим объемом работы. Ну что, дорогие мои, приступим к созданию этого слайма. Итак, первое, надо взять содержимое этого пакетика и высыпать три ложечки. Но так как я буду делать все в один раз больше, я возьму шесть ложечек. Беру стакан и насыпаю туда. А вы поняли, что в этом пакетике это сухой поливиниловый ацетат спирт, то есть сухой ПВА, сухой клей. Даже перчаток в комплекте не шло. И гвоздей для бани. Получается в пакетике ровно шесть ложечек. Итак, теперь надо залить сюда воду из чайника, чтобы над ним, над порошком, было два сантиметра горячей воды. Итак, у меня есть вот такая вот палочка от суши, я ей перемешаю. И так, теперь самое сложное действие. Это поставить этот стакан на водяную баню и помешивать 20-30 минут. Итак, прошло 30 минут. Я достала это все с водяной бани. Оно стало вот таким беленьким. Набралось пузыриками. Ребят, пока я варила это все на водяной бане, оно у меня чуть не все не вылезло и через стакан не пролилось. Обязательно делайте все по чуть-чуть и под присмотром родителей. Он как молоко быстро поднялся. И мне пришлось срочно вытаскивать его из водяной бани. Итак, второй шаг это взять еще один стакан. И высыпать туда содержимое этих двух пробирок, это сухая бура. И залить это все глицерином. И потом еще туда 4 мерные ложечки вот таких вот горячей воды. Это пока отставим в сторонку. Я все вылила. Теперь надо добавить 4 ложечки горячей воды. Итак, у меня вот здесь, в этом стаканчике горячая вода. Надо аккуратно добавить ее в 20 стакан. И перемешиваем. Надо перемешивать до того момента, пока бура полностью не растворится. Итак, теперь последний шаг это загущать наш слайм. Я возьму емкость, вылю туда наш клей. Вот смотрите, он силикатенький. Стал вот таким уже прозрачным. Пузырьки, конечно, еще не все вы, это, испарились. Но я сейчас буду переливать его. Главное, чтобы весь перелился. Ну что, давайте проверим, получится ли слайм. Но я единственное буду добавлять адрабарат натрия своей пипеточкой. Добавляю этот самодельный адрабарат и загущаю. По чуть-чуть, конечно, здесь все рассчитано. Но я все равно боюсь перезагустить слайм. Так, он берется уже. Смотрите, как он быстро взялся. Мне кажется даже, что еще адрабарата не надо. Я представляю, какой маленький слайм получился бы, если бы я использовала все всего по одному. Теперь надо его мешать, мешать, мешать. И так, вот так он стал собираться. Теперь надо вымешивать руками. И это внезапный привет, в котором я передаю привет моим подписчикам. И первый привет на сегодня уходит Марии Тарасовой. Мария Тарасова, лови. Привет! Следующий привет я передаю Андрею Бурянову. Андрею Бурянов, лови. Привет! Следующий привет я передаю слайм офишл. Слайм офишл, лови. Привет! Четвертый привет я передаю Амелье Ильясовой. Амелье Ильясовой, лови. Привет! И последний привет на сегодня я передаю Каролине Даньеловой. Каролине Даньеловой, лови. Привет! А если ты хочешь, чтобы я именно тебе передала привет в каком-то из моих видео, то пиши в комментариях, передай привет. Но есть два но. Во-первых, ты должен быть обязательно подписан на мой канал. А во-вторых, ты не должен переименовать свой аккаунт. А то я смотрю в списке приветов, а тебя уже не существует. И некому передавать привет. А также я вас попрошу ждать, потому что очередь на привет не маленькая. А так как я делаю все по-честному, все в порядке очереди. Поэтому всем, кому я ответила в комментариях на передай привет, что я записал список приветов, я привет обязательно передам. Только надо его дождаться. Итак, рубрика «Внезапный привет» закончена. Возвращаемся к нашему Лизуну из набора. Я остановилась на шайке вымешивать его руками. И так, ребят, смотрите, какой слайм получился. Он получился резиновым, хотя я добавила пару капель. Все липнет, вообще неудобно. Это первый мой набор, который не получился. Хотя я уже много наборов делала. Ребят, я добавила пару капель, а в инструкции написано, что надо смешать содержимое двух стаканов. Вы представьтесь, что бы было бы, если бы я сюда еще вот это вот все долила. Ведь там осталось очень много всего. Вот, смотрите, сколько. Я не представляю, он, наверное, бы был деревянным. Ребят, я ни в коем случае не советую вам покупать этот набор. Это просто катастрофа. Надеюсь, вам понравилось это видео. Пишите в комментариях, что вы думаете насчет этого. А также не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. С вами была Вероника Мазур и это Ника Шоу. Всех люблю. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова